добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем вернее сегодня мы завершаем вот это вот повествование о эволюции христианина в свободе и последний этап я называю его раб христов чем он отличается от предыдущего это момент когда человек абсолютно осознанно четко понимает что мы являемся божьими людьми это то время когда мы стоим в преддверии мученичества наше жительство на небесах мы полностью не принадлежим себе мы готовы зайти на небо мы готовы отдать собственной жизни мы настолько не боимся смерти что она нас привлекает помните апостол павел пишет что желаю разрешиться и быть со христом это не просто знаете такие вот красивые богословские слова апостола это некий такой вопль души когда он просто взывает и говорит ребята я хочу уже пойти на небо мне нравится фраза из ветхого завета она адресована патриархам которые говорят о которых вернее говорится насыщенный днями то есть человек который нажился человек который уже хочет пойти на небо больше часть христиан панически боится смерти признаемся мы или нет но мы боимся этого однако раб христов это человек для которого граница духовного и мирского она стирается и не я живу но живет во мне христос это когда мы полностью подчиняем свою жизнь богу это когда у нас больше не существует разницы между моей жизнью и его жизнью мы полностью подчиняем собственную волю воле отца апофеозом является молитва господа в гефсиманском саду когда он говорит не моя воля но твоя да будет и вот знаете когда в нашей жизни начинает превалировать такое понимание бытия то есть не я но ты не моя воля но твоя воля если ты хочешь что я сделаю то это да наверное абсолютно все вы раб христов вы повторяете путь христа вы повторяете его жизнь вы уже не думаете о том чтобы что-то в этой жизни достичь вам хочется достичь христа вам хочется уподобиться ему вам хочется повторить его подвиг и тогда вы готовы страдать и делаете это сразу и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok